Новости, которые мы заслужили или события, о которых нельзя молчать. На этой неделе, явно прикрывая какие-то по-настоящему значимые вещи, пропаганда вдруг усилила количество льющегося с экрана телевизора неадеквата. Причем настолько, что это стало очевидным даже для зомбозрителей. Где подвох? Попробуем разобраться сегодня. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, что же, что же готовят нам власти под активную артикуляцию ртом российской пропаганды? Ну вот, например, на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект о сборе налога с посетителей ресторанов на цели спецоперации. Инициаторы проекта предлагают добавлять к счету 1% и эти деньги в качестве поддержки направлять в Государственный фонд защитники Отечества. Сумма вроде набегает реально небольшая, но, как в том анекдоте, жене дай гаишнику, дай проститутке, дай, ну или кто-то останется без чаевых. Потому что отказаться от сбора возможности не предоставляется. И вот уже фраза «хочешь развлечься, плати» заиграла совсем другими красками. Теми самыми, где каждый из нас, хочет он того или нет, будет являться спонсором спецоперации. И дело тут, конечно, вовсе не в тех 10 рублях, которые ресторан или ночной клуб удержит с нашей тысячи, а в принципиальности позиции, которая может напрочь похоронить всю развлекательную индустрию страны. Потому что платить по факту придется-то не рублями, а собственным мнением. Но разработчики проекта всерьез считают, что инициатива не должна вызвать широкой негативной реакции, а вроде как даже наоборот позволит сократить, внимание цитата, разрыв между страной, которая воюет и которая отдыхает. Кстати, не торопитесь делать поспешные выводы, накладывая гречку в бокс для завтрашнего обеда на работе. Кафе и столовые нововведения не коснется. Но мой вам совет, будьте отныне повнимательнее с капучино. На этой неделе предприимчивый бизнесмен из Перми решил произвести гастрономический фурор в кофейной индустрии и предложил пермикам попробовать капучино на грудном молоке. Я недавно в декрете и увидела вконтакте объявление, что требуется много грудного молока. А у меня его как раз много, ребенок и так наедается, и я решила, почему бы и не позаработать. Когда я увидела объявление, у меня уже было в запасе 2 литра молока замороженного, поэтому все было наготовить. За пакет 1000, но для нашего городка это вполне достаточно. Плюс я еще мастер маникюра и сейчас особо не попилишь с ребенком, поэтому это даже на руку. Около 9 мамочек нам поставляют молочко со всеми справочками. Выходит примерно 5 литров. Кофе специально мы поставили, ценник достаточно большой, 650 рублей. Для Перми это достаточно много. В среднем за день получается около 45-50 стаканчиков на всех треточках. На самом деле много подобных предложений. Может быть видео это кто-то увидит и девчонки отзывутся. Им хорошо и нам тоже. К концу года постараемся выйти на оборотку в 1000 стаканов. Впрочем, разлетевшись по каналам, идея в ролике россиян явно не впечатлила. И они начали массовую травлю бизнесмена Кобелева как в сети, так и через Роспотребнадзор. Потому что добавлять в еду или напитки человеческие выделения в России пока никто не разрешал. А потому хозяин кафе Ларька поспешил опровергнуть сказанное в рекламе и успокоить потенциальных потребителей. Все увиденное было снято для внутреннего пользования и не ставило перед собой цели стать достоянием общественности. Ну слава богу, слава богу, что шоколадный эклер с белковой помадкой нам все-таки не грозит. А вот где нас по-настоящему подстерегает опасность, так это в больших городах. На этой неделе председатель софеда Валентина Матвиенко предложила городской молодежи собрать вещички и навостриться на выход в сторону сельских поселений. Ну типа, представляете, и там тоже оказывается есть жизнь, правда, видимо, нет молодежи. Да, а что ж случилось-то с молодыми и красивыми сельскими парнями? Вангую, что вопрос этот из разряда риторических, а потому ответа, собственно, и не жду. Но громко крикнуть шепотом хочется. А начните-ка вы с себя. Может уже хватит сидеть в своих удобных креслах, да широко улыбаться нам во все свои 32 белоснежных винира. Может покажете, как это, ездить на тракторе, да коров причесывать. Это не считая того, что человек вообще-то всегда стремился к лучшему. И это нормально, когда безработицы и алкогольной яме молодежь предпочитает большой город и заработки. Но Матвиенко решила, что будущее за деревней, вернее в деревне. Ну а там и до пропаганды крепостного права недалеко. Но знаете, в чем Матвиенко все-таки права? В городе нынче стало реально небезопасно. Вот в Москве, например, в четверг мэром Собяниным был объявлен карантин из-за птичьего гриппа. Инфекция это, безусловно, неприятное. Но вот откуда взялась так неожиданно, пояснить в мэрии не смогли. Впрочем, как не смогли и пояснить, зачем столице ограничительные меры. Ведь от человека к человеку инфекция не передается. И касается только лишь тех, кто находится в непосредственном контакте с пернатым. Но громко заявить о карантине средства массовой информации все-таки решили. А зачем? А затем, чтобы в очередной раз напугать и без того трясущийся народ. Ну и в случае необходимости вновь загнать его по домам. Хотя пока эпидемии не ожидается. Поэтому не торопитесь покидать город. В селе может не оказаться интернета. А интересные новости прибывают с каждым часом. В Татарстане, например, один местный чиновник настолько переживал за ребят спецоперационистов, что решил организовать им сбор необходимой помощи. Правда, не в натуральную величину, а исключительно в денежную. Дамир Хабибуллин, занимая должность начальника отдела торговли и потребительских услуг, просил у предпринимателей деньги на нужды бойцов СВО. Но, получив их, расставаться с ними не собирался. Мало того, он даже не имел прав на совершение таких действий, потому что просто-напросто не являлся членом штаба по поддержке мобилизованных. Но своей вины он так и не признал. Как и не объяснил, почему на его личную карту с августа прошлого по май нынешнего года предприниматели систематически перечисляли десятки тысяч рублей. Зато разговорчивее оказались сами бизнесмены, пояснившие, что деньги Хабибуллин вымогал на помощь бойцам. И они искренне верили, что делают благое дело. В результате всех показаний свидетелей Хабибуллин угодил на два месяца в СИЗО. Если его вина будет доказана, то помогать бойцам чиновник сможет уже не денежно, а лично. Впрочем, другой не менее странный случай произошел с другим не менее высокопоставленным чиновником. У Андрея Перетта, директора Центра управления полетами авиакомпании «Россия», мошенники прямо из-под носа увели 12 миллионов рублей. По словам потерпевшего денежное крушение, ему позвонил неизвестный, представился капитаном полиции и сообщил, что лежащие на счету директора деньги пытаются похитить злоумышленники. Ну и далее по классической схеме. Переведите деньги на безопасный счет и живите спокойно дальше. Правда, уже без шику и без блеску, что потерпевший и сделал. А позже, когда банк «Тюрьма России» заблокировал абонента, он обратился в полицию. И вот знаете, очень хотелось бы верить в справедливость, типа бог дал, бог взял. Но что-то мне подсказывает, что это совсем не так. И участившийся случай мошенничества с участием состоятельных людей – это какая-то особенная спецоперация. Я не знаток налогового законодательства, но может это уход от налогов? Или такой способ перевода денег в офшоры? В противном случае я искренне не понимаю, как и чем можно заработать столько денег, чтобы не суметь их сохранить. Ну и последнее на сегодня. Россия на этой неделе поставила жирную точку в безопасности со стороны космоса. Мы так боялись потенциально прилетающих ракет, что решили выступить с инициативой о неразмещении в космосе какого бы то ни было оружия. Поддержали в этом вопросе Россию уже более 30 стран. И вот в четверг к Венесуэле, Боливии и Сейшелам присоединилась и Уганда. Теперь, нажав спину, причем исключительно сверху, от обозначенных территорий мы ожидать уже не будем. И это все, за что на этой неделе реально можно порадоваться. Ну прям обняться и улыбаться. Других хороших новостей у меня для вас пока нет. Ну а мы увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok